МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. О капитальном ремонте школ и преобразовании МУПа прошло очередное заседание Планового бюджетного комитета. Уплывем, каким будет паводок. Зарница-2022 в Сарой проходит муниципальный этап областных соревнований. Далее расскажем во всем подробно. До 27 рублей могут поднять стоимость проезда в городском транспорте. Сейчас горожане платят 22 рубля наличными и 20 рублей безналичным способом. Этот тариф не актуален уже много лет. Впрочем, далеки от реальности и потенциально новые цифры. Мы просчитывали, что реальная стоимость одной поездки составляет 50 рублей. А на сегодняшний день применены тарифы в размере 20 и 22 рубля соответственно. Нам без нас. То есть реальная стоимость проезда на сегодняшний день абсолютно не соответствует рыночной цене. Вместе с этим город Татранс выступили с предложением рассмотреть повышение тарифа. Сейчас рассчитываем этот тариф и в ближайшее время предоставим вам на обсуждение на голосование. Предлагается увеличение тарифа до размера 25-27. Все обоснования по повышению тарифа Горавтотранс обещает подготовить к одному из ближайших заседаний комитета. Тогда же депутаты ждут от предприятия отчет о финансовом состоянии в конкретных цифрах. Ту презентацию, которую представил новый директор МОПа Григорий Маяков, народные избранники нашли не очень содержательной. Впрочем, даже без конкретных цифр депутаты признали, что за пять месяцев работы на посту Григорий Маяков смог выровнять ситуацию в Горавтотрансе. На линию вышли восемь новых автобусов. Для Ремзоны закупили новое оборудование. Кроме того, удалось оптимизировать расходы и расторгнуть убыточные контракты по доставке ГСМ и комплектующих. А самое главное, с мертвой точки сдвинулся кадровый вопрос. Удалось пересмотреть уровень заработной платы и, как следствие, появился интерес со стороны соискателей. Было принято решение ввести дополнительные стимулирующие выплаты водительских, а именно повысить им классность и процент различных. В результате чего средний заработной платы водителя автобуса по состоянию на 1 марта 2022 года выросла на 27% и составила 32 500 рублей. За аналогичный период прошлого года средний заработной платы составляла 25 630 рублей. Обозначил директор МУП и основные направления работы. Так, в планах открыть собственную станцию гостехобслуживания. Оборудование для нее уже закупили. Развивать междугородние перевозки, оптимизировать городскую маршрутную сеть и в перспективе в 2023 году возобновить работу автошколы по подготовке водителей категории «Д» с последующим трудоустройством на предприятии. Депутаты также запросили у ГОР автотранса дорожные карты по реализации задуманных мероприятий. И на следующем заседании готовы обсуждать достижения и планы, опираясь на конкретные цифры. 6 миллионов 200 тысяч рублей поступило в бюджет Сарова из области на ремонт дороги на улице Димитрово. 5 процентов должен добавить город. Также необходимо выделить софинансирование на капитальный ремонт кровли школы номер 5. Она включена в государственную программу. На 95 процентов работы оплачивает область, но из-за удорожания материалов необходимо добавить деньги из бюджета города. Изменения в главном финансовом документе представители администрации обсудили с депутатами на очередном заседании планов бюджетного комитета. Областные субсидии поступили на сумму 313 миллионов рублей. Именно на эту же сумму увеличиваются расходы бюджета. То есть и доходы, и бюджеты, и расходы увеличиваются на одну и ту же сумму на 313 миллионов рублей. 113 миллионов поступили на капитальные инвестиции, в том числе на продолжение строительства школы на улице Зоргия. Также выделили деньги на капитальный ремонт центра образования из старого здания школы номер 11. Предполагается выполнение работ в двухлетний период, начало строительства 22-й год, завершение 23-й год. На этот год, на 22-й год довели 179 миллионов, 75 миллионов довели на 23-й год. Свою долю софинансирования мы с вами предусмотрели в корректировке, которая была принята 4 марта. 15 миллионов выделены на реализацию проектов по программе «Вам решать». Кроме того, администрация Сарова создает новое муниципальное бюджетное учреждение «Городской курьер». Напомним, ранее «Городской курьер» был самостоятельным учреждением, но в 2018 году его присоединили к муниципальному унитарному предприятию телерадиовещания. Новому муниципальному учреждению будут предоставлять субсидию, которую раньше выделяли ТРВ. Также в этом году выделят деньги лагерю «Березка» на организацию летнего отдыха и разработку проектно-сметной документации на ремонт кровли клуба «Чайка». Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Сарова, 24. Дождь или на улице, или яркое солнце? Праздник, выходной или обычный будний день? Для работников ЖКХ таких понятий нет. Решить бытовые вопросы, расчистить дороги от снега или разобраться с протекшей крышей – они готовы всегда. В третье воскресенье марта сотрудники этой сферы отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии даты в администрации наградили лучших из лучших – электриков, лифтеров, уборщиков, дворников, сантехников. Людей, которые обеспечивают нам комфортные условия для жизни, следят, чтобы в наших домах были свет, тепло и вода. Практически все проблемы решаются достаточно успешно, в очень сжатые сроки, с хорошей эффективностью. И это благодаря профессионализму людей, которые работают в этой сфере. Поэтому огромное вам слава и благодарности. На торжественном приеме работников ЖКХ поздравили глава города и председатель Думы. Обращаясь к собравшимся в зале, руководители отметили, что работа в сфере ЖКХ требует колоссального напряжения сил, концентрации и терпения. В городе Саров очень часто звучит такой тезис – коммунальный рай. Испомнить, чтобы мы жили в этом коммунальном рае, мы понимаем, что за этим стоят огромные усилия, огромный труд ваш, и низкий вам поклон, большая благодарность. Обыватели не понимают тот объем труда, который вкладывается в поддержание этих систем, что часть аварии нельзя предусмотреть, часть вещей не зависит от вас. Но, тем не менее, вы находитесь на страже вот этого спокойствия людского. И с честью выносите вот этот тот негатив, понимая всю ситуацию. Из рук руководителей работники ЖКХ получили благодарности за многолетний добросовестный труд. Алексей Занин работает в сфере ЖКХ 11 лет. Начинал в должности начальника участка. Сейчас исполнительный директор. Занимается текущими вопросами организации, которая обслуживает более 40 домов в нашем городе. В работе, наверное, самое главное – иметь железные нервы, потому что работа с населением, на самом деле, очень тяжелая. Помимо этого, надо обладать профессиональными качествами, да, то есть, потому что это и сложная инженерная коммуникация, и различные электрические сети и так далее. То есть, тут надо быть специалистом во всех сферах. Наша редакция поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, долголетия, успехов во всех начинаниях. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Зима в этом году была щедра на осадке, однако обошлось без серьезных температурных колебаний. Снег выпадал рыхлый и не сильно обводненный, рассказал Владимир Болтов. За февральскую оттепель уровень снега упал почти на 50%, но еще не стаял, а слежался и уплотнился. Сейчас все показатели в пределах нормы, и серьезных паводков пока не ждут. Серьезные проблемы могут возникнуть только в том случае, если будет резкое потепление, резкое потепление, касаемо температур более 10 градусов днем и плюсовых температур ночью. Сейчас вы видите, что плюс на солнышке до десятка уже градусов, но это не дает повода к тому, что, возможно, резкое сход и таяние снега, и сход этого снега, так скажем, в реке, что может привести к паводкам. Паводки сегодня серьезно сдерживает минусовая температура по ночам. В прошлом году весной затопило 270 участков СНТ имени Гагарина. В этом году уровень русла реки Сатис решили понизить для безаварийного паводка. В связи с проводимыми мероприятиями гражданам настоятельно рекомендуют не выходить на лед, а также провести профилактическую работу с детьми. Также сейчас прикладывают все усилия, чтобы избежать подтопления в районе медколледжа. Идет затопление верховыми водами участков дорог и зданий, связанных с таянием снега на территории аэродрома. Площадь большая, но департамент городского хозяйства проводит соответствующие работы. Департамент, то есть ДЭП, тоже также сейчас осуществляет мероприятия по расчистке ливневных канализаций. До 30-го числа должно быть все расчищено. В преддверии паводка проводят ряд мероприятий. Расчищают русла рек, убирают поваленные деревья, проверяют гидротехническое сооружение. Уже идут работы по обколке льда понтонного моста в районе бывшего профтехучилища. В ближайшее время начнут вести круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. У нас сейчас как на центральной платине установлены видеонаблюдения, имеются отметки. И мы по видеонаблюдению наблюдаем за уровнем как в нижнем, так и в верхнем бьефе. Далее имеются датчики электронные, которые по информации поступают на умный Саров. Также в этом году гидрологический пост для мониторинга уровня воды установили в верхнем русле реки Сатис. В 48 вакантных мест штат сотрудников Саровского ОВД укомплектован не полностью. Чтобы привлечь иногородних работников, решают вопрос со служебным жильем. К лету 2024 года планируют достроить дом на 72 квартиры на улице Раменской. Кроме того, необходимое среднее, профессиональное или высшее образование на службе в МВД можно получить бесплатно, рассказал журналистам Андрей Чернышев. Так что, если кто хочет построить карьеру в полиции, в принципе, реально, начиная с самого младшего звена, получив бесплатное образование, и дальше проходить службу, в том числе и до руководителя территориального органа. Все это реально. Помимо кадрового вопроса, собравшихся волновала проблема поиска пропавших людей. Напомним, три человека в Сарове числятся пропавшими без вести. По одному факту возбудили уголовное дело по статье 105 убийства. Двое других отправились на прогулку в лес и больше не вернулись. Их поиски сотрудники правопорядка планируют продолжить, как только сойдет снег, пояснил Андрей Анатольевич. Шансы найти их живыми крайне малы, добавил он. Также начальник Саровской полиции рассказал об основных итогах работы за ушедший год. Вызывает обеспокоенный значительный рост количества посягаций спротив личности на 77% с 45 до 80, в том числе отнесенных к наиболее опасным на 20% с 9 до 11. В структуре поступлений на деянии данного вида наиболее опасными являются умышленные причинения тяжкого вреда здоровью. На территории города в 2021 году было зафиксировано 8 таких преступлений, в 2020 году 5, а также одно убийство. Обсудили ситуацию на дорогах города. На 24% увеличилось количество ДТП с пострадавшими. На 42% возросло число происшествий по вине пешеходов. Основные причины ДТП – нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение требований дорожных знаков, превышение скорости, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда и выезд на полосу встречного движения, рассказал собравшимся Александр Косенков. К сожалению, мы имеем трех погибших на дорогах нашего города. Здесь у нас снижение с 4 до 3. Напоминаю, в 2020 году погибших было 4. Снизились мы также по количеству ДТП с участием несовершеннолетних. Напоминаю, что снижение у нас несколько лет подряд уже идет. Таких ДТП было зарегистрировано 10 против 13 в 2020 году, в которых 11 несовершеннолетних пострадали. По вине нетрезвых водителей в 2021 году произошло 9 аварий. Здесь статистика по сравнению с 2020 годом осталась без изменений. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Ушел на прогулку с друзьями, в школу или к репетиторону не вернулся к назначенному времени, телефон не берет или абонент вовсе недоступен. Такой сценарий самый пугающий для многих родителей. Что делать, если ребенок не выходит на связь, куда обращаться и как не потерять драгоценное время? Главное немедлить, считает замкомандира поисково-спасательной группы «Рысь» Ирина Петрова. У родителей обязательно должны быть контакты ближайшего круга общения ребенка. Если он не выходит на связь в оговоренное время, нужно связаться с теми, к кому он отправился – друзья, родственники учителя. Если он сказал, что он ушел с Петей погулять, в первую очередь родители звонят либо Пете, либо родителям Пете. Дальше прозванивают своих родственников, еще каких-то друзей, но все это должно делать очень оперативно. Если это не дает результатов, сидеть, ждать, надеяться на что-то, переживать, волноваться, сам придет, где же загулялся, как же, чего не нужно, моментально должно быть написано заявление в полицию. Полицейские проводят опрос, берут все контакты круга общения и начинают поиски. Затем либо правоохранительные органы, либо сами родители могут подать заявку в поисковый отряд. Сбор добровольцев на поиск детей объявляют незамедлительно. Порой с заявлением в органы тянут. Если обратиться в полицию, в дальнейшем у семьи могут быть проблемы. Такой миф Ирина слышала неоднократно. С родителей берется объяснение, проводится с родителями профилактическая беседа. И все. То есть, ни учета, ни каких-то там санкций к родителям, ничего вот этого не будет. И, соответственно, ни на биографии ребенка, ни на биографии родителей это никак потом не скажется. Если семья не получена, там, соответственно, уже другие меры могут быть применены. Всегда можно попытаться предотвратить такие ситуации. Доверие – самое важное в отношении с ребенком, считает Ирина. Не нужно контролировать каждый его шаг. Однако важно объяснить ему, что вы волнуетесь и хотите знать, куда он планирует пойти и на сколько для его же безопасности. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. В четверг начинаются каникулы. По статистике в это время увеличивается число ДТП с участием детей. Школьники, особенно младшие, мало считаются с реальными опасностями на дорогах и переоценивают свои возможности. Поэтому во время каникул ГИБДД усиливает работу в плане профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. С 21 марта по 4 апреля в госавтоинспекции проводится специализированная информационно-пропакандистская кампания «Весна идет весне дорогу». При надзоре дорожным движением сотрудники госавтоинспекции будут выявлять административные пронушения, связанные с перевозками пассажиров, в том числе особенно детей, а также взрослыми пешеходами, которые совершают правонарушения в присутствии своих детей. Кроме того, ГИБДД региона проведет творческие конкурсы для детей и родителей. Например, в рамках флешмоба «Скворечник в стиле ПДД» можно сделать скворечники для птиц и оформить их в дорожной тематике. 26 марта поделки нужно разместить на деревьях, в парках или во дворах домов и школ. Фото или видеоролики с запечатленными на них участниками мероприятия и размещенным скворечником необходимо до 28 марта отправить на адрес электронной почты гибдд52собака.бк.ру. Подведение итогов будет проведено в социальной сети ВКонтакте и в группе у ГИБДД Нижегородской области 407 на связи. Еще один семейный челлендж «Простигни самого дорогого» пройдет 2 апреля. Родителям нужно снять небольшое видео, показать, как нужно перевозить ребенка в машине и призвать следовать своему примеру. Творческие работы также принимают по электронной почте гибдд52собака.бк.ру. Дополнительную информацию можно узнать в группах ГИБДД региона и Саровского отдела госавтоинспекции ВКонтакте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Около 950 первоклассников в этом году переступит порог Саровских школ. Прием заявлений стартует 1 апреля в 10 часов. С этого дня и до 30 июня подавать документы могут родители, чьи дети живут на закрепленных за школами территориях. Прописка не будет учитываться только если в школу идут дети, чьи братья или сестры уже там учатся. Раньше этим правом могли пользоваться только полнородные братья и сестры. Теперь у таких детей общим может быть хотя бы один родитель. То есть им не обязательно проживать в одной семье. И так как они пользуются правом преимущественным, соответственно, они подают в первую волну. Также с 1 апреля по 30 июня они совершенно спокойно могут подать документы в образовательную организацию. То есть они поступают не на свободные места, а пользуются преимущественным правом. Кроме того, в соответствии с законом о полиции, с законом о статусе военнослужащих, дети определенных категорий граждан имеют первоочередное право поступления, но при этом уже учитывается их прописка. С 6 июля учебные заведения будут принимать первоклассников, независимо от прописки, если есть свободные места. Перечень всех необходимых для поступления документов размещен на сайтах школ и департамента образования. Подать заявление можно несколькими способами. Сейчас существует большое количество способов для подачи заявлений в первый класс. Это портал образовательных услуг Нижегородской области. Это региональный портал государственных услуг. Это личную образовательную организацию. Сохраняется право родителей подать через МФЦ. Также родители могут подать заявление на электронную почту образовательной организации, но специально созданную. То есть нужно быть внимательным, на какую электронную почту родитель должен отправить в свое заявление. А также через услуги связи. Департамент образования обращает внимание, что гимназия 2, лица и 3,15 не принимают детей в первые классы. Кроме того, в марте изменились закрепленные за образовательными организациями территории. В большей степени это коснулось 17-й школы. Она уже не может вместить в себя то количество детей, которые были прописаны в домах, относящихся к ней. Кроме того, поменялись территории, закрепленные за Центром образования и 12-й школой. С актуальным списком домов можно ознакомиться на сайте Департамента образования. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Кулачковые машины или шагоходы используют преимущественно на Крайнем Севере. Благодаря шагающему принципу передвижения они позволяют сохранять плац земли практически нетронутым. Травяной покров также меньше страдает благодаря тому, что стопы наступают на грунт, а не накатываются на него. Рассказывает о своем проекте Сергей Николаев. Его студент техникума представил на конкурсе «Национальное достояние России». Совместно с Анастасией Васильевой из города Королева сделали совместный проект. Моя работа заключалась в компьютерном моделировании, а Анастасия Васильева делала натурную модель. Проект Сергей разрабатывал на протяжении года вместе с ученицей 5-й гимназии из города Королева Анастасией Васильевой. Совместная работа с учебными заведениями разных городов России стала для техникума обычной практикой в период пандемии, рассказал Игорь Столяров. Жюри конкурса проделанную работу оценила по достоинству и присудила проекту «Саров Королев» диплом первой степени. На научном туре, на котором мы были, было представлено около 300 работ. В секции технологии, техническое творчество, астрономия, физика, космонавтика было представлено 26 работ. Эти работы были из различных регионов. Это было из Санкт-Петербурга, это и Владикавказ, это и Салихард, Новосибирск, Бурятия. Еще один диплом первой степени Сергей получил на научно-практической конференции. В ней приняли участие ребята из 80 регионов России. Совместно с ученицей из Череповца Вологодской области Анной Якимовской, Сергей подготовил проект «Математика конденсата и конструкция новой топливной форсунки». Конференцию посвятили памяти великого физика Жоры Салферова. Мне это приходилось с Жорисом Ивановичем встречаться в свое время. Потому что мне приходилось на сахаровских чтениях привозить туда ребят из Сарова. И в принципе всегда приходилось не только, как говорится, видеть его, но и разговаривать с ним. И вот у Жориса Ивановича всегда была такая необыкновенная теплота в отношении делегаций из Сарова. Вот это надо отметить. На достигнутом Сергей Николаев останавливаться не намерен. Впереди еще много кропотливой работы, признается юноша. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Мальчик в больнице сидит над книжечкой. Пишут, солдат и крестьянка встретятся после войны, в 46-м. Он без ноги, она без молодости, в стареньком платье, в горошек. Наверное, самый частый вопрос к поэту – где вы берете вдохновение? И также часто большинство лириков теряются и не знают, что ответить. Саровского поэта Марию Затонскую тоже смутил такой вопрос. По мнению Марии, вдохновение – штука непредсказуемая. Да и то, что обычный человек зовет вдохновением, на самом деле сложная и напряженная внутренняя работа поэта. Что-то копится внутри, а потом находится образ извне, и тогда уже невозможно это не выразить. Таким образом, получается, что вдохновение – это такая связка между внутренним миром и внешним. Вот они сталкиваются, и тогда это состояние, оно получается, и ты выражаешь это уже на бумаге. О чем пишет поэт? Обычно такой творческий человек не ограничивается одной-двумя основными темами. Поэт пишет обо всем, что он видит вокруг и что его волнует. И это не обязательно всегда что-то философское и возвышенное. Часто предметами стихотворений становятся самые обычные повседневные вещи. Поэт – это человек, который мыслит особым образом, он особо чуток к действительности, и его ничто не оставляет равнодушным. Поэтому может зацепить даже какая-то мелочь, но она настолько тронет, что родится целое стихотворение. И объем этого стихотворения может начаться с маленькой тучечки, а потом дорасти до целой вселенной. Стихи рождаются не сами по себе, как думают порой некоторые. Чтобы написать действительно хорошее, качественное и оригинальное произведение, нужно покорпеть над бумагой не один час, да иногда и не один день. Работа поэта заключается в подборе нужных слов, рифм, особых стилистических фигур. И здесь вступает в действие отнюдь не вдохновение, а мастерство лирика. Подобрать из тысячи слов то самое единственное верное – это одна из основных задач поэта. Потому что поэзия – это очень сконцентрированная штука, и невозможно сделать такое полотно, да, это просто даже не в рамках жанра. Поэтому нужно все это как-то сгустить, сконцентрировать, и как раз-таки способность выбрать. Это очень тяжелый труд и очень важный. Поэт не обязательно тот, кто пишет стихи. Каждого, у кого есть особый взгляд на действительность, можно назвать поэтом в душе. Поэтому всех причастных к миру лирики канал «16» поздравляет со Всемирным днем поэзии. Светлана Ярунова, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Несколько лет Дворец детского творчества «Ивнеев» реализует городской проект «Профтренд», который направлен на профориентацию ребят 4-11 классов. Пришло время расширить горизонт и включить в программу начальные классы. В качестве эксперимента выбрали учеников центра образования. На базе школы прошла игра по станциям «Привет, Бэби Скиллз». Команды первых, вторых и третьих классов знакомились с особенностями работы химика, инженера-конструктора и кондитера. Не секрет, что человек счастлив, когда он реализован в любимой профессии. По подсчетам, 60% выпускников вузов, к сожалению, идут в дальнейшем, выбирают профессию, не связанную со своей специальностью. Поэтому мы пытаемся, чтобы наши ребята на профессиональных пробах попробовали себя. Три команды по очереди переходили по трем станциям. Ребята выполняли определенные задания. Например, нужно было сконструировать и представить машину будущего, провести опыты с растворами и понять химию процессов, украсить заготовку пирожного, создав авторское изделие. Мы сейчас здесь проводим эксперимент. Вообще, насколько детям это будет интересно, доступно, понятно и полезно. Если все сложится, то мы введем это в практику и для других школ тоже. Неподдельная радость и оживление царили на всех трех станциях. Ребята наперебой отвечали на порой непростые вопросы. Старались заслужить жетоны за правильные ответы. Хотя гонка за призами – это не главное. Итогом квеста можно считать новые знания и хорошее настроение. Мне понравилась химия больше всего. А чем понравилось? Ну, тут опыты разные. Было весело. Мне больше понравилось площадка кондитер. А почему? Потому что я очень люблю и сладенькое, и мне очень нравится это делать. Проект «Профтренд» продолжается. 6 апреля во Дворце детского творчества ученики 9-10 классов узнают секреты радиотехников. А 21 апреля в лицее номер 15 планируют химический квест для 7-8 классов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Первый выход на сцену – всегда волнительный момент для артиста даже с большим опытом. А уж тем более для тех, у кого выступление перед публикой – дебют. На концерте учитель-ученик играли и те ребята, которые занимаются музыкой всего несколько месяцев, и более опытные воспитанники детской школы искусств номер 2. Такой музыкальный вечер проходит в тенах школы в третий раз. Обычно такие фестивали проводятся как раз во второй половине года и весной. Весна – это вообще конкурсное и фестивальное время. Почему? У учеников готова программа. У них есть что показать. Они могут сыграть так, что удовольствие доставят и себе, и окружающим. Главная особенность концерта – ученики выступали на одной сцене вместе со своими преподавателями в дуэтах, трио, сексетах и ансамблях. Денис Китин играет на гитаре два года. За это время он становился призером конкурсных фестивалей. У Дениса – музыкальная семья, поэтому с 7 лет и он начал учиться играть на инструменте. Мой папа играл на многих инструментах, он мне говорил, и брат на синтезаторе. Меня в 7 лет на гитару отпустили, но мне понравилось. Есть у меня песня «Ронда» и «Поехал казак на чубину далекую». Вот, мы их давно, уже нормально получается, но их мы еще не будем на сцене. Ярким народным вокалом порадовал гостей вечера ансамбль «Горница». Юная вокалистка ансамбля Варвара Надысина учится в детской школе искусств номер 2, третий год. До концерта учитель-ученик. Она впервые выступила в дуэте вместе со своим преподавателем. Я исполняю песню «Я с Камариком» со своим преподавателем, Оськиной Ириной Слайной. Я исполняю русские народные песни и впервые в дуэте с учителем. В мае образцовый ансамбль народной песни «Горница» выступит в Доме молодежи в честь своего 20-летнего юбилея. А в апреле детская школа искусств номер 2 ждет гостей на концерт, посвященный Международному дню танца. Господин танец приглашает. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Подготовка к «Зорнице» – это командная работа, считают ученики 20-й школы. Ребята уже прошли этап стрельбы, сейчас дают физическую подготовку. Бег на короткую длину дистанции, отжимания, подтягивания, метания гранаты. На другой площадке в бассейне «Дельфин» состязаются в плавании на дистанции 50 метров. В том, что достойно пройдут все испытания, ребята уверены. В подготовке участвовали многие педагоги, так как педагог-организатор ОБЖ, учитель истории, наш заместитель директора, социальный педагог, соответственно. И принимал участие педагог-организатор Порошин Евгений Михайлович. Основную часть подготовки он взял на себя. Это и вечерние подготовки. Огромное спасибо ребятам, потому что отдаются, хотят. На муниципальный этап соревнований заявили семь команд из школ города в четырех возрастных категориях. Впереди их ждут еще два дня состязаний. Один из самых сложных и интересных – второй. Ребятам предстоит пройти тактическую игру на местности. Проведут ее на лыжной базе. Участникам подготовили несколько этапов. Минное заграждение, радиационно-химическая зараженность местности, атака переднего края противника. И на третий день комиссия будет выезжать непосредственно в школу из-за ковидных ограничений и принимать зачеты по строевой подготовке, дисциплины равнений на знамена, сборка-сборка автомата Калашникова, одевание общего искового защитного костюма и написание, тестирование по исторической викторине. Победители состязания представят наш город на областном этапе соревнований. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.